Домашнее задание Домашнее задание Домашнее задание Домашнее задание Домашнее задание Как-нибудь вот так Или я буду слишком темный? Нормально, да? Просто народ в ютубчике задает вопрос А чего рожа такая темная у Лектора? Потому что он в тиме сидит, наверное Попробую подвинуться поближе к свету Да Значит, я запланировал на сегодня небольшой Маленький такой чудовищненький экспериментик на людях Ну, на нас с вами, разумеется Но еще мы до него не дошли Значит Итак, у нас внезапно сегодня, не доходя еще до операторов условных И операторов цикла, внезапно тема функции Так сделано в учебнике На котором мы основываемся Вот И мне кажется, что это вообще не тема интересная Рассказывать про повторное использование кода До того, как начинать рассказывать про то, как этот код писать Вот Тем более, что мы с вами уже знакомы с понятием С понятием пространства имен Вот А что такое функция Особенно функция в питоне Как не динамическое создание пространства имен Для того, чтобы внутри них какой-то алгоритм заполняется Вот И прежде чем начать что-то показывать Я как раз хотел сказать про особенности понятия функции в питоне Ну мы здесь все как бы немножко программисты Или множко программисты Неплохо разбираемся в том, что такое функция Но так вот, в большинстве языков программирования Функцией В более или менее, в большей или меньшей степени Считается некая математическая такая Математизированная абстракция Собственно преобразование данных одного типа Конкретного В данные другого типа конкретного Ну или того же самого Не важно Да, то есть у нас на входе там целый На выходе целый Или на входе там, не знаю, строка И на выходе строка Что же касается питона То в питоне функция это вообще другое В питоне функция это именованная запись алгоритма Над объектами выполняемого Что это за объекты? Вообще говоря, все равно Лишь бы эти операции над ними выполнялись Вот В этом суть Неявного динамической типизации Строгой В случае питона Также известной под кодовой кличкой DuckTyping Кутинная типизация Вот Мы до этого дойдем То есть идея состоит в том Что вы Объявляете некоторый кусок кода Именованным алгоритмом То бишь функцией И выполняете его по имени Передавая ему в качестве параметров Совершенно произвольные объекты Какие хотите Никто не проверяет тип этих объектов И лично от вас зависит Как вы реализовали Собственно Эту самую функцию алгоритма внутренних И какие объекты вы ей передали Лично от вас зависит Будет Вот Селиня Вообще в питоне это почти всегда так Питона такой язык Построенный по принципу Захотел получил Если вы этот код написали Наверное вы этого хотели А если вы Написали не то что хотели Ну Как это Тренируйтесь Тщательнее И аккуратнее Выражать свои мысли на питоне Вот Вообще говоря Функцию Мы с вами встречались С разными функциями Например Функция print Не знаю Была у нас Нет Это функция Она работает Она что-то делает Видите Выводит через пробел Какие Какие-нибудь Питоновские объекты Кстати сказать Абсолютно любые Вот эту строчку Видно Всем А Очень хорошо Значит Так вот Обратите внимание Что Как полагается питону Любой объект Может быть преобразован В строку И выведен Даже например Объект функции Вот Мы с вами знаем Некоторое количество Объектов функции Наверное нет Или в прошлый раз Мы не смотрели на них Ну вот например Функция print Например Можно взять функцию Ну не знаю Там минимум Вот Это тоже функция Она видите Build in То есть она встроенная Она лежит в каком-то Волшебном пространстве Имен Не здесь Ну как бы Вопрос капитана Очевидность Если это встроенная функция В каком из Вот этих Пространств Имен Она должна лежать Да Капитан очевидность Говорит что built in Лежит в built ins И действительно Вот наш Где там мин 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 И колым Мин Вот он Да и print Где-то тут же должен быть Вот он Вот Это кстати Пространство имен Встроенных объектов Которые есть Всегда Добрая половина Больше половины Из них занимают Исключение питомские Вот они сверху С большими буквами Чего-то там еру Чего-то такое Вот Изрядная часть Того что здесь внизу Представляет собой Преобразование типов К разным встроенным Питонским готовым типам И немножко функций Вот тех самых Про которые мы Сегодня собственно И разговариваем Функции Вот Ну из интересных функций Помимо минимума Максимума И какого-нибудь Там не знаю Кстати help Помните мы в прошлый раз У питона спрашивали help Это тоже функция Как нетрудно догадаться Она даже Вите оформляется Как имя И в круглой скобочке Вызов функции Вот Какие бы это еще Интересные функции Помимо тех Да функции dir Кстати Которые мы все время Пользуемся Для того чтобы Просмотреть пространство Имен Это тоже функция Ну все очевидно Ну например Есть функции Преобразования Числовой константы В строку Представляющей собой Там ну скажем Двоичное Двоичное значение Этого числа Функция bin Ну скажем От 12 Давайте предскажем Что там будет Это 8 плюс 4 1 1 0 0 Да Точно Обратите внимание Что функция bin Возвращает Строковую константу Из 6 Символов Вот Которые Ну В этой записи Это у нас Это запись Двоичная запись Числа 12 Аналогичная Есть функция Хекс Вот Кстати сказать Не знаю Говорил ли я Но Обратное тоже верно Вы можете написать Что-нибудь Типа такого Вот И получить Целое число Да Так же Как в C Можно написать 0x И дальше Какое-то Ну вот Самое известное Шестнадцатеричное число Какое Вот это Томат Да Так вот В отличие Скажем от C В питоне Есть и 0b Очень удобно Кстати сказать Потому что Двоичное представление Это довольно Нужная штука В алгоритмах Вот И вместо того Чтобы там Руками делить на 2 И отсекать по байтику По битику вернее Мы всегда можем взять Это самое Превратить его немедленно С помощью функции Bin В Двоичное число В смысле В строку Представляющую Двоичное число И дальше Просто ходить По По ноликам И единичкам Вот Я так часто Просто делаю Когда мне лень По битику Отсекать Ну вот В общем В общем Функций Встроенных Достаточно много Некоторые из них Математические Некоторые из них Еще что-то Некоторые из них Преобразование типов Это то Что Может понадобиться Программисту Непосредственно При написании программ Ну или Всякая информационная Штука Типа копирайта Хелп И так далее А А Кстати сказать Как это полагается В питоне Гвоздями Не прибито Тот факт Что у нас Есть функция К тому факту Что эту функцию Можно вызвать Понимаете Да Мы берем Имя Нашего объекта Это просто объект Типа Built-in function Вот А мы берем Имя объекта Приписываем к нему Скобочки И получаем вызов Этого объекта Потому что Его можно вызвать И он может обработать Параметр Который мы передали Так вот Гвоздями не прибита Возможность вызвать объект К тому Что он будет Обязательно Типа функция Совершенно нет У нас есть Вызываемые объекты Ну например Преобразование типов Вот мы можем Написать вот так вот Вот И как видите Как видите Объект int Тоже Вызываемый Его можно вызвать Ему можно передать Некоторые 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 значения И он его преобразует Кстати сказать Можно и так вызвать Например Вот Но в отличие от Функции скажем Int Это не Функция Это класс От конструктора объекта Оказывается Конструктор объект Тоже можно вызывать Вот удивительно Да Вот Для того чтобы проверить Что объект вызываемый Что его можно вызвать Передав ему в круглых скобах Чего-нибудь Существует даже Специальная функция проверки Она называется Callable Вот callable от какого-нибудь Int Вам скажет true Потому что это правда Callable от какого-нибудь Там Print Вам тоже скажет true Потому что это правда А если вы напишете Какой-нибудь Не callable объект А объект типа Объект типа Стр Да То он будет не callable Вот Все в общем В общем логично Кстати Какого типа Какого типа функция type Как вы думаете Она кто Она callable Но она тип Или функция Она тип Вот Из чего кстати Следует довольно забавная вещь Что функция type Нам возвращает не строчку Вот когда мы пишем Вот так вот Ну не знаю там Вот это То что То что образуется Тот зависший объект Который образуется На выходе Из функции type Ну если мы напишем Не знаю там Например С равняется Type От Раз два три Так вот То что возвращает Функция type Это как раз Конструктор такого объекта Это собственно Сам int Мы можем написать Например С от Там не знаю Ну не знаю Вот То есть функция type Просто возвращает Тот класс Который сконструировал Данный объект И потом с этим классом Можно дальше работать Это не просто Какая-то информация Вот Это кстати Довольно Мы с вами будем использовать Когда будем Начнем изучать Объектную модель Python Там есть некие хитрости Как раз Связанные с тем Что нужно получить Конкретно класс Нашего объекта Ну вот Функция type Который на самом деле Не функция А тоже конструктор Короче говоря У нас есть Какое-то количество Какое-то количество Встроенных В наше пространство Имен Built-in Встроенных функций И других Колобл объектов Вот И все они работают Примерно одинаково Для нас Мы можем Получить Доступ к самому объекту Вот таким образом По имени По ссылке на него Либо можем вызвать Этот объект С какими-то параметрами Вот И тогда он Эти параметры возьмет Обработает их И выдаст нам результат Ну что Давайте посмотрим Как собственно Задается функция Функция задается С помощью оператора Дев Дальше идет Имя функции Дальше В скобочках Идут Формальные параметры Ну не знаю Там А, Б Дальше Обязательный отступ Обратите внимание Что Обратите внимание Что Питон Поменял Подсказку С трех Уголков На три точки В знак того Что данный оператор Еще не закончился Он закончится Когда мы Закончим Определение функции Тем или иным путем То есть Хорошим путем Или ошибемся Вот Ну давайте Напишем что-нибудь Типа С равняется А умножить на 2 Плюс Б Обратите внимание Что отступ Я в точности Делаю такой же Если я сделаю Не такой будет ошибка Сейчас покажу Вот Ну и напишем Ретерн С О Вот Значит Питон Еще раз подождал Еще раз подождал Не будем ли мы Продолжать Оператор Дев То есть Не сделаем ли мы Еще один Вот такой вот Отступ С тем Чтобы дальше Там еще что-то Написать Но поскольку Я просто нажал Перевод строки Питон догадался Что Что Задание функции Окончено В результате В нашем пространстве Имен Залипло Имя Фу У него Простой еще тип Это функция Это функция Вот Ну ее можно вызвать Передав ей Два параметра Что Мы еще вернемся К этому примеру Сегодня Потому что Это важный пример Но нет Не прямо сейчас Окей Давайте перезададим Давайте попроще Напишем Ретерн А умножить на 2 Плюс B Не будем никакого И так хорошо Это works Значит Я надеюсь Здесь Присутствующим Никому не надо Рассказывать Что такое Формальные параметры Функции Фактические параметры Функции Вернее так Разжевывать не надо С точки зрения Питона Это выглядит Следующим образом Мы объявляем Нашу функцию В момент Когда мы В нее Входим В эту функцию Создается Локальное пространство Имен Помолчание Она пустое Ну содержит там Какие-то Вспомогательные штуки Вот эти С подчеркиванием Но Поскольку У нашей функции Два параметра В этом локальном пространстве Имен Сразу же Заводятся Два имени А и Б И Пока идет Тело функции Пока идет Тот код Который там Лежит внутри В этом локальном Пространстве Имен Доступны Как минимум А и Б Из него же Доступны Все глобальные Имена Которые Лежат снаружи Но Конкретно А и Б Это локальные имена Но точно так же Как это сделано Во всех других Языках программирования Там есть локальные Перемены Вот это вот Затем В какой-то момент Наступает необходимость Сделать ретерн Подготавливается Возвращаемое значение И Это возвращаемое значение Это единственное Из Локальных Объектов Из локальных Сил Из объектов На которые ссылаются Из локального пространства Имен Которые выживут После Окончания функции Естественно Разумеется Если на эти объекты Не было других ссылок То есть Если на объект Вот который На который ссылается А и Б Больше ссылок не было То имена А и Б удалятся А они удалятся В любом случае После выхода Из функции И возможно Сами объекты Тоже удалятся Если они Больше никому не нужны Единственное Что выживет Это объект Вычисленный Вот только что Равный А умножить на 2 Плюс Б Потому что Им можно будет Воспользоваться Там при выходе Вот например Здесь Этот объект Просто залипает В качестве последнего Сконструированного объекта И нам его Интерпретатор вывозит Ну мы можем Написать что-нибудь Типа С равняется Фан Там не знаю 1 1 2 2 Вот В этом случае Опять таки Мы входим в пространство Имен вызова Этой функции Фан Заходим внутрь Дальше Вычисляем Новое значение Для возврата В момент Когда мы заходим Создается имена А и Б Потом они Исчезают После выхода Вот И возвращаемые Значения У нас Вот здесь Вот Получается Как результат Работы этой функции Эта функция Вообще воспринимается Просто как выражение Вот Ну и соответственно Имя С Теперь связывает У нас результат Работы этой функции Кстати сказать Чудесным образом 4.4 А не то Что было в прошлый раз Помните 1.1 Плюс 2.2 Какое-то там Взаимуничтожение Произошло Вот этих неточностей Ну вот Значит Формальные параметры Да Что такое фактические Фактические параметры Фактические параметры Это те объекты Которые будут переданы Функции в момент Этого вызова Ладно Причем Причем Как бы это правильно сказать Разумеется Там могут стоять выражения Да То есть вот здесь Мы можем написать Что угодно Сначала вычислиться Выражение Потом получится Два объекта Эти два объекта Передадутся В функцию Фун И она там Значит С ними будет работать Вот Здесь наверное Не лишнее Не знаю даже С чего начать Все такое вкусное Здесь наверное Не лишнее сказать Что Вот то что у нас Возвращается вот здесь Да Это произвольный объект Петона Вообще произвольный По этой причине Когда мы говорим Что мы возвращаем Один объект Это все равно не важно Что он там Ну он может быть составной Ну например Вот тут в лекциях Ехидный вопрос А как сделать так Чтобы функция вернула Два значения Ну правильно вернуть Просто кортеж Конечно Ну допустим Ну не знаю Абсолютно По моему Это было неправильно Вот кстати Обратите внимание Еще одна ошибка На лекции Которая очень хорошо Иллюстрирует Динамическую природу Петона Эту функцию Выпнуть будет нельзя Скорее всего Потому что Вот это вот Не запятая А точка Но это не выяснится До тех пор Пока вы не попытаетесь Выполнить этот код Синтаксически Этот код верен Более того Я сейчас могу Изготовить объект Объект Который передам Функцию swap И все это заработает Здесь нужно Забегать сильно вперед Вот Так Что там надо Я только что Изготовил объект Который называется В У которого Есть поле А И теперь Внезапно Эта функция Работает Динамическая Семантика Языка В зависимости От того Какая у вас Реальная Обстановка В пространстве В том числе В пространстве Объекта Который вы сюда Передали Вот этого Функция может Работать А может и не Работать Давайте ее Перепишем По-человечески Я всего лишь Я всего лишь Хотел Вот это И это Запятая Опять Четыре С его штучками Ну вот Значит Смотрите То есть Никто не мешает Нам вернуть Кортеж Из нужных Нам объектов И потом Этот картеж Распаковать Написать Что-то Типа Ну не знаю А равняется А за патая Б Равняется 2 за патая 3 А потом А за патая Б Равняется Своб А за патая Б Вот Ну непонятно Зачем делать так Потому что На самом деле Поскольку в питоне Есть множественное Связывание То всегда Можно написать А за патая Б Равняется Что? А за патая Да Совершенно Справедливо Вот Но тем не менее Давайте вернемся К нашей функции Фун Которую мы Вот тут Определили Вот этой Мы уже видели Например На примере Неправильно Определенной Функции Своб Что Динамической Динамической Типизации Работает Таким образом Что До тех пор Пока мы не попытаемся Выполнить кусок кода Мы не будем знать Он выполним или нет В этом смысле Это конечно не очень хорошо Но с другой стороны Функция Фун Как запись Как запись алгоритма Умножить на 2 Плюс второй объект Отлично работает Вообще не только для чисел Для чисел Она у нас работала Мы видели Ну например Для строк Смотрите Утильная Типизация В действии Кстати Относительно Происхождения Термина Утильная Типизация Я не говорил Нет Значит Утильная Типизация Dark typing Или неявная Динамическая Типизация Это такой Подход К работе С объектами Например С уткой Когда Вас Интересуют Только те Свойства Которые С вашей точки Зрения Определяют Утку Например Если утка Это то что Плавает и крякает И все То любой Плавающий Крякающий Объект Является Уткой Даже если Он при этом Громыхает Разрушает Лазером из глаз Окружающую Природу И из него Валят ядовитый Зеленый Дым Это все равно Утка Потому что Он плавает и крякает Вот И обратно Если Перед вами Объект Который Имеет Пёрышки Клювик Ножки Там Все что Нужное Вот Летает Несет яйца Плавает Но не крякает То он не утка Потому что Не выполняет Соответствующего действия Вот у нас написано Утка Это то что Плавает И крякает Поддерживает Операции Сложения И умножения Все Вот Такие дела Не явно Динамическая Типизация Это не означает Что питон Язык Не типизированный Питон Язык строго Типизированный Про каждый Объект Мы точно Знаем Какого он Типа Не бывают Объекты Неопределенного Типа Не бывают Объекты Смешанного Типа Не бывают Объекты Каких-то Странных Типов Которые Внезапно Друг с Другом Могут Пересекаться Всегда Знаем Какого Типа Объект Если Вдруг Мы Смогли Умножить Строку На число Это Всего Лишь Означает Что Операция Умножения Строки Хорошо Итак Неявная Динамическая Типизация Говорит нам О том Что Функция Как запись Алгоритма Будет выполнена В любом Случае Если Соответствующая Операция Которая В ней Используется Выполнима Для данных Объект Соблюдение Этого Факта Чтобы Эти операции Были Выполнимы Чтобы Увязывали Функцию С нужными Объектами Дисциплина Программирования Программиста Вот Есть дисциплина Работает Нет дисциплины Вальц Экс Экс Давайте Чуть больше Чуть больше Попробуем Поговорить Про функцию Но перед этим Давайте Немножко Поговорим Про текстовые Редакторы Потому что У нас Кажется Не было Разговора На эту Тему Опять Таки Я сильно Подозреваю Что Никому Здесь Присутствующих Не надо Рассказывать Что такое Текстовые Редакторы Для Единственное Чего бы я хотел Что бы я хотел Упомянуть Что Мы Когда работаем Вот Учимся Программировать Да Учим язык Довольно Вредно Использовать Мощные Развесистые Среды Которые Сами За тебя Программируют Сами Тебе Все Подсказывают И так Дальше И так Дальше Потому что Они Нужны Немножко Для другого Они нужны Для быстрой Заработки Поэтому В принципе Подгодится Любой Текстовый Редактор Который Работает С плоскими Текстами Но Желательно Конечно С подсветкой И вообще С какими-то Удобствами Относительно Именно Выразительности Того языка Которого Вы будете Использоваться Вот Я конечно же Предпочитаю Редактор Вим Понятное Дело Вот Ну тут Уж Тут Уж Так Уж Так Уж Это исторически Сложилось Кстати Где он У нас есть Хоть немножечко На питоне А вот Нет на питоне Ничего Ну ладно Вот Ну в принципе Помимо редактора Вим У нас есть Еще много Разных опций Одна из Определяющих Опций Это Тот Редактор И по совместительству Немножко Среда разработки Который идет Сразу С дистрибутивом Питона Он называется Айдл Вот Дело в том Что я уже говорил Что питон Это же В честь Monty Python Flying Circus А главного Артист Который играл Главного героя Вот В этом сериале Его звали Эрик Айдл Вот Так что Айдл Ну не сериал Да Там просто Несколько было серий Так что Айдл Это не случайно Вот Название В Linux Скорее всего У вас будет название Айдл 3 Вот Потому что Второй и третий Питон Как видите По умолчанию Запускается вообще Нечто вроде Командной строки Это настоящая Командная строка Она еще более настоящая Чем Она чуть менее настоящая Чем Вот та Питоновская Я сейчас покажу Чем Но зато Она умеет Раскрашивать Вот В ней работает Help Ну то есть Все Все как у людей Единственное Ее Такое Не очень приятное Отличие У нее Командная строка Вот История Она работает Немножко не так Как В обычном Случае Видите Вы нажимаете Enter И та строчка На которой был На которой был Курсор Появляется То есть Или допустим Вы говорите Вот так Нажимаете Enter И то что вы отметили Вставляется Это тоже по своему удобно Просто вот лично Я не привык так работать И я предпочитаю Обычную командную строку Вот этой Но в принципе Это довольно удобная штука Мы еще вернемся К тому Почему она удобная Вот Еще чем она удобная Так вот Чтобы создать программу На питоне Нужно всего лишь Создать программу На питоне Давайте здесь создадим Какую-нибудь функцию Дев Фун От Не знаю Там А запятая Б Все тот же Давайте Красиво ее разметим Чтобы было Как у людей Все Вот С равняется А умножить на 2 Плюс B Return Ну и здесь напишем Что-нибудь Типа Print От Фун Там не знаю 12 Вот Обратите внимание На то Что я начал использовать Оператор Print Потому что Когда вы пишете Программу на питоне А не работаете В интерпретаторе Командной строки Вы не увидите Не увидите Залипшего объекта Помните Я говорил Что Вот такая Вот такая ситуация Когда мы Что-то написали А оно нам сразу Это вывыло Это всего лишь Последний сконструированный Питоном объект И по умолчанию Он кстати еще доступен Под именем подчеркивания Вот То есть Если вы написали Что-то такое А равняется 4 плюс 5 То вот А нет Это именно последний Залипший объект Извините Да Вот если вы написали Что-то И это что-то Сгенерировалось Ну например Написали Вот так То вот этот объект У нас запомнился Еще под именем Подчеркиваю Ну так вот И он же Интерпретатором Командной строки Выводится Когда вы работаете С питоном А когда вы пишете Программу Разумеется Все это не можно Ну что Каждый заливший Объект выводить Что-ли И для того Чтобы что-то вывести Вам надо Вызвать Функцию Print Вот Файл Надо сохранить Куда-нибудь Ну Самый первый Да First Точка Плыв Если вы Упаси Господь Работаете с виндой Когда вы здесь Нажимаете кнопочку Сохранить Внимательно Смотрите Куда вы Сохраняете По умолчанию Это будет в такое Глубокое место Что потом Не найдете Если захотите Ну Этот файл Увидеть Глазами Вот Так что Я рекомендую Либо за этим Внимательно следить Либо прям Выбрать то место Куда вы будете Сохранять файл На питоне В винде Потому что Там вот С этим Не очень Все в порядке Вот Что же касается Linux То они лежат Прямо тут Вот он Где он Вот он Вот он Каз First.py Вот эта программа Значит Как эту программу Выполнится На самом деле Вам нужно Запустить Все тот же Интерпретатор Питона И в качестве Параметра Передать ему Программы Вот так Python 3 Что там First.py Ну вот Милое число Значит Да Симметричное В каком-то смысле Вот эта штука удобная Мы с вами Будем еще разбираться Почему удобно Работать в этом месте Из командной строки Даже в виндовсе Например Потому что Тестирование Файла Тестирование Работа на тестовых примерах Удобно работать Направлением ввода Еще кое почему Но Если Мы просто пишем программу Пока что Просто пишем программу То наверное Нам удобнее будет Запускать прямо отсюда Вот Для этого надо всего лишь Файл сохранить Он уже сохранен И нажать что-то типа F5 И вот прямо В этом окошке Он и запустится Видите Вот Давайте еще что-нибудь Напишем Print Не знаю Там Fun Верх Не знаю Вот так Вот Нажимаем F5 Он говорит Сохранить Мы говорим Сохранить И вот Пожалуйста Вот Вот он Выполнится Некоторое Дополнительное Удобство Вот этого Окошка Вот этого Окошка Состоит в том Что после Выполнения Всей программы Мы остаемся Вот здесь Вот в том пространстве Имен Которое эта программа Сгенерировала Смотрите У нас есть Функция fun То есть Все что происходило Вот в этой программе Все имена Которые были Созданы В процессе ее работы Остались здесь В пространстве имен Мы можем дальше Вручную Что-нибудь такое Поотлаживать Вот Точно так же Это можно сделать Если запустить Вот этот самый Python Если мне не изменяет память С ключиком Минус i В этом случае Программа сначала Выполнится А потом мы попадем В интерпретатор С пространством имен Заполненным Этой программой Да И мы тоже можем Сделать вот так Вот Теперь относительно Относительно Правил видимости Относительно Правил видимости Я уже говорил Что Я напоминаю Всем здесь присутствующим Что на наших Сборищах Здешних Разговаривать Можно Всем Единственная просьба Делать это Не тише Чем я Потому что Если вы это делаете Слишком тихо То Практически Никому не слышно Вот И получается так Что Ну Ваш разговор Без толку А Ну Если вы сказали Что-то умное Значит Это должны знать все А если вы Ну Не сказали Что-то умное То не должны Вот Проблема стоит в том Что у нас здесь Довольно много Если каждый будет Производить Такой вот Случайный шум То получится Довольно громко Все Спасибо Да Так вот Значит Разговорить можно Я предупредил Так вот Значит Относительно глобальных И локальных имен Вон Если я не говорил То сейчас скажу В принципе Есть Помимо Дир Еще Функция Глобус Которая выводит Сразу нам словарик То есть Слева у нас Значит Имя переменная Ну в смысле Имя Да Справа объект На который она ссылается Вот Ну Например Если мы написали Вот так вот То в глобус У нас будет А Равно Три-четыре-пять Так вот Глобус Это глобальное Пространство имен А локалс Это пространство имен Которое заводится При входе в функцию И удаляется При выходе оттуда То есть Вот смотрите Давайте здесь Прямо напишем Принт локалс И мы все увидим Принт локалс Только вот так вот И еще раз Напишем Принт локалс Вот Как вы думаете Чем будет отличаться Первый вызов Принт локалс От второго Да Там будет С во втором Совершенно справедливо Давайте это проверим Ну вот здесь Вот оно О Видите Вот оно Вот нам Вывелся Вывелся Локалс В первый раз Вот нам Вывелся Локалс Во второй раз И здесь Та же самая Карти Да Конечно Он совпадает с глобалс Да Значит Пара слов О том О чем мы и так все знаем А именно о том Что локальные имена Не пересекаются С глобальными Если мы напишем Что-нибудь типа А равняется Б равняется С равняется Сто пятьсот У нас появится Новый объект Сто пятьсот С тремя именами А, Б и С Которые лежат В глобальном Неймспейсе И это никак Не относится К тем А, Б и С Которые лежат В локальном Неймспейсе Да Если мы здесь Вызовем Нашу функцию И потом посмотрим Чему равно А, Б и С То естественно Никакие Связи Имен А, Б и С Не поменяются И все они будут Ссылаться на сто пятьсот Ну в общем Вот В общем Как и следовало ожидать Здесь ничего чудесного нет Вот давайте посмотрим У нас есть Глобалс В котором есть Эти самые А, Б и С Вот они Это один и тот же объект А из Сейчас Секунду А из Б Это один и тот же объект Просто с тремя именами Вот А те А, Б и С Которые создавались При входе в функцию Фун Давным-давно Уже Исчезли Не существуют В этой природе Кому-то вопрос А если Я захотел В корпусе Потребляю Ссылаться на последнее На последнее Вот это Давайте проверим О, смотрите Нету в локальном Неймспейсе больше имени С Мы его взяли из глобального И Внезапно Глобальное имя С Перебилось Оба раза Сначала Перебилось Там на Что там На 69 А теперь Она перебилась На вот это Самый Вервер 0-0 Вот Это тоже Вполне очевидная История Правда Мы чуть-чуть Забежали вперед Потому что Я бы хотел Вспомнить Вот тот пример Когда у нас С внезапно Внезапно Оказалось неопределено Помните Ошибочное Ошибочное задание Функции Правило Очень простое Мы не можем Залезть в глобальный Неймспейс С функцией Если явно Не указали Что соответствующие Имя глобальное То есть Что бы мы не делали С именами Это будут Локальные имена Если мы к ним ходим И правила поиска Очень простые Если мы ходим Ну давайте сейчас Вот Тут еще сделаем D И здесь Напишем что-нибудь Типа плюс D Не здесь А вот здесь Да Плюс D А здесь Вот уберем Эту ерунду Вот Вот это D Будет сначала И он будет Сначала искать В локальном Неймспейсе Не найдет Полезет в глобальный Найдет Все будет работать Мне кажется Да Все будет работать То есть Если мы Правила поиска Очень простые Сначала ищется Локальный Неймспейс Потом глобальный Плюс Никогда нельзя Перебить Глобальный Неймспейс Если только Явно не указать Слово Глоба Это что означает Это означает Что если Мы напишем Примерно так Вот это уберем Это мы тоже уберем Это мы тоже уберем Что все будет работать А если мы Вот здесь Вот Напишем D скажем Равно 8 То Мы увидим Что в данном В коде данной функции Присутствует Связывание имени D С каким-то Другим объектом Это означает По определению По нашему Введенному правилу Что имя D Должно быть локальным И это означает Что данная функция Работать не будет Потому что в этот момент Локальное имя D Еще не доступно То что мы видели Вот в неправильном примере Который я приводил раньше Да Значит Тот факт Что над именем D Вообще происходит Операция связывания Означает Что это именно D И это имя D Если не сказано Явно что оно глобальное Должно быть локальным А это в свою очередь Означает Что вот это вот выражение Не может быть вычислено Потому что в нем есть Име D А оно еще в данный момент Не определено Собственно вот Reference before assignment Тут прямо написано В отличие от языков Программирования Где описания переменных Нужны Да В питоне Явного указания Что это переменная Локальная нету Да И вот действует Вот это правило Было связанное Локальное переменное Не было связанное Может быть глобальное Сначала он просматривает Все функции Сначала он просматривает Локальный нету спейс Совершенно справедливо А потом лезет в глобальный В данном случае А да Правильно Но самое главное Что когда мы Правильно Вот что вы хотели сказать Что когда мы Саму функцию определяем Мы просматриваем На предмет того Какие там имена глобальные Какие локальные И заранее это знаем То есть питон Когда мы определяем функцию Не просто кусок кода Бросает в память Он еще и смотрит По какому правилу Заполняется Неймспейс Вот И в данном случае Он видит Что имя D Должно быть локальным Потому что оно Участвует в операции Связанной в левой стороне И поэтому Значит при попытке Потом выполнить это Все валится Вот такие дела Причем обратите внимание Это все равно Исключение Периода выполнения То есть мы сначала Попытались выполнить Эту операцию Потом выяснили Что в локальном Нейспейсе имени D Нету А искать его в глобальном Мы не можем Потому что оно локальное Вот из-за этого И тогда мы только выводим Это единственный Такой вот тонкий момент Все остальные моменты Ну такие же Как всегда Во всех языках программирования Относительно Локальных глобальных перемен Не вижу разницы Для того Чтобы в этом Немножко разобраться Существует прекрасный ресурс Называется PythonTutor.com Вот Все мы горячо рекомендуем В частности Можно создать Вот такую ссылочку Тут правда Видите какой внизу URL Этот URL содержит Весь код программы Вот Приходим сюда И прям пошагово Все это смотрим Вот у нас Пожалуйста В первой строчке Было заведено Два объекта Они ссылаются на 3 и 4 Была определена функция В которой В которой Три имени А, Б и С Вот здесь вот Мы сначала залезли В функцию Фун Создался локальный Неймспейс В этом локальном Неймспейсе У нас три имени А, Б и С Они ссылаются на Объекты 1, 2 и 33 Соответственно Сослались Что-то там Вычислили Подготовили Возвращаемое Значение Вот оно Вернули Напечатали его Более сложный момент Теперь мы будем Передавать Функцию Фун Объекты Которые уже создали Один из них Называется А, другой Б, а Третий 22 Обратите внимание Мы вошли В функцию Фун Мы создали Неймспейс Для него Локальный И имя А ссылается На имя А На объект На который Ссылается Глобальное Имя А Имя Б Ссылается На объект На который Ссылается Глобальное Имя Б А имя Ссылается На 22 Тут все Хорошо Обратите внимание Мы Здесь вот Перекинули Ссылку Теперь у нас А ссылается На новый Сконструируем Объект Подготовили Возвращаемое Значение Вернули Ну Аналогично Да Теперь у нас Ссылается На то Что называлось А ну В общем Все в общем Достаточно Прозрачно Все Конечно Мац Вот такой Вот такой Ресурс Он Довольно Веселый Там много Что можно Делать Там довольно Красивые Диаграмки Справа Делаются Правда Тут Как кто-то Открыл Это Можно Двигать Это 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 Дефект Джоаскрипт Движка Все сделано Обратно Уже Не вернешь Вот Да Смотрите Что еще Можно рассказать Про функции Про функции Можно рассказать Довольно много Я все Не успею И даже Мы не сможем Все рассказать Потому что Например Мы еще не проходили Словарей А словари Там тоже Используются Но например Мы можем Знаете что сделать Мы можем Определить функцию И вставить в нее Строку документации Даже не знаю Где Наверное Вот здесь будет Правильнее Это сделать Смотрите Давайте мы в эту функцию Вставим строку документации Значит В любой объект Питона Функцию Модуль Класс Кажется все В любой Со мной Объект Питона Можно вставить Так называемую Строку документации Причем Выглядеть Это будет Очень просто Вы просто Берете Любую строчку И вешаете ее Как если бы Это был объект Ничем не связанный Вы пишете Какой здесь предлог Функция от переменных A и B On Off From Да пускай так будет Я не помню Какой там предлог Как это управление Значит By Не помню Пускай будет он Смотрите Просто строка Залипшая В пространство Именно функции Приезжает к ней В эту функцию В поле Которое Называется Два подчеркния Док Два подчеркния Или там Бла-бла Док Бла-бла Вот И после этого Мы с ней можем работать Смотрите Давайте мы запустим Это все И прямо вот Из командной строки Посмотрим Вот она О Что они так А Д Да Это же был Неработающий пример Вот теперь Это работающий пример Смотрите Ну вот у нас есть Функция Фон Посмотрим Что у нее В этой функции Фон внутри лежит У нее есть Много-много-много Всего Но нас интересует Вот это вот поле Док Фун Точка Бла-бла Э-э-э Фун Точка Бла-бла Док Бла-бла Оба-на Ну так бы было неинтересно Вы же понимаете Для чего все это делается Чтобы можно было Вот так написать Ну не док А фун Что я написал Фун То есть просто Завесив строчку Внутри Вашего объекта Вы делаете по нему Вполне развеситый Хил В котором Можете писать Что угодно Да Кстати сказать Принято писать Здесь не Однострочную Ну не одну кавычку А три Даже если строка Однострочная Вот Но вы можете Сделать ее Многострочной Пожалуйста То же самое относится к классам То же самое относится к методам То же самое относится к модулям Про модуль мы еще поговорим В ближайшее время Такие дела Документирование функций И вообще документирование в питоне Это очень веселая И совершенно ненапряжная вещь Вот Вот когда будем говорить про модуль Мы это увидим С потрясающей четкостью Ну что А ну еще последнее Что я хотел рассказать Сегодня про функцию Конечно Важная Это 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 Распаковка и запаковка параметров Мы с вами же Знаем Что есть такой Тип данных Который называется Картеж Это единственная Пока известная нам Последовательность Картеж Да Вот это вот Мы даже знаем Что их можно распаковывать Например написать вот так А запятая B запятая C Равняется Нет даже не так Еще интереснее Написать что-нибудь Типа кортеж Равняется там Раз два Вот А здесь написать FG Равняется C Вот Вот это Тип данных У нас будет как раз Картеж Он же тюпль Вот А вот эта операция Связывания Множественная Она будет Распаковывать этот тюпль И связывать его Соответствующие элементы Его имена Ну так вот Абсолютно такая же картина Может быть проведена Давайте новый файл Сделаем Абсолютно такая же картина Может быть Может быть Устроена И внутри функции Например Напишем вот так Где FUN Вот Допустим ABC Print Вот Эта функция Абсолютно нормальная Фун Вот Раз два Три Но мы можем Взять И Например Определить Последовательность Картеж Допустим Вот так Так вот И вызвать функцию FUN Вот таким вот образом Указав здесь Что вот этот Картеж Надо распаковать Соответствующие Объекты На которые ссылается Поля Элемент этого Картежа Передать функции Функция пускай работает Давайте проверим Где она тут Вот Видите То есть вот этот вызов Звездочка C Мы взяли Распаковали Картеж Соответствующие Объекты Стали называться ABC И все хорошо Вот Можно Можно и по всякому По хитрому делать Например Написать вот так Вот CC Равняется Скажем 1,2 И вызвать FUN С одним параметром Обычным И одним параметром Запакованным Это тоже будет Работать Вот Видите Все равно плохо слышно Погромче пожалуйста Ну вот Да Значит Я к чему Зачем это бывает нужно Нет Не так Насколько это тяжело Питону Насколько Питону тяжело Запаковывать Распаковывать Вот это все Ответ Вообще не тяжело Знаете что на самом деле На самом деле Функция FUN получает Картеж Всегда Этот Картеж Приходит И дальше Она начинает Именовать элементы Этого Картежа Соответствующими именами При вызове Так что Когда мы его Прямо так В Картеже Передаем Ничего сложного Ничего тяжелого Не происходит Вот А иногда Бывает удобно Положил Отправил Пускай там само разбирается Еще удобнее Еще удобнее Операция обратная Операция распаковки Операция запаковки Смотрите Можно определить Саму функцию Так DEV FUN Вот Звездочка ARX Ну Print ARX Да ARX Только тут Е лишнее Да И Теперь мы Написали функцию В которой можно Передать Произвольное Количество Параметров Ой Да еще и любого Типа Во Видали Приезжает именно Картеж То есть ARX Типа Ну давайте Здесь прям Чтобы Не быть голословным Прям напишем Написать Тип Приезжает именно Картеж Типа Вот Него не распаковывают И теперь у нас Функция FUN Может быть Заодно со сколькими хотите параметры 0, 1, 2, 3 И сколько хватит Более того Вы даже можете Делать всякое вот такое Написать Например Что первый параметр Обязательный А остальные Необязательные Вот это кстати Работать тогда не будет Видите Один обязательный параметр Окей Один так один А вот так работать будет Вот Первый обязательный параметр Находится в А Мы его не вывели Остальные приехали Пустой туполь Первый обязательный параметр Единицы Находится в А Остальные приехали 2, 3, 4, 5 Первый обязательный параметр Строка вот такая Остальные В общем все понятно Если все понятно Давайте Мы проэкспериментируем Что будет Если напишу Вот так вот Ваше предположение Ошибка Или что-то выведется Или чего Выведется что Значит Во-первых Строка Это последовательность Она будет распакована Операция распаковки Работает на любой Последовательности Это не обязательно Картеж Да Не в символы Мы про строки Еще будем говорить В строки Единичной длины Соответственно У нас на выходе Должно получиться что У нас на выходе Должен получиться Картеж Вернее функции Фунт Должен приехать Картеж Ку Ку В Е Р И И И Причем Ку Попадет Будет назван А А все остальное В виде кортежа Придет в Параметр Аркс Так что нам Вот этот вот Я думал Что нас в круглых скобочках И внутри еще в кавычках Введется В Выведется В Е Р И И Давайте проверять Так и есть То есть мы распаковали Строчку Она превратилась В Картеж Строк единичной длины В таком виде Мы это передали Функцию Фунт Функция Фунт Нулевой элемент Этого кортежа Связался именем А Остальные Остальные В виде кортежа Приехали в имени Аркс И в таком виде Значит это все существует Все Не буду больше Пудрить вам мозг Функциями Буду пудрить мозг Еще более сложными вещами Еще более сложные вещи Что если Я хочу написать Такой кусок кода В котором заключен Не один алгоритм Каждый раз повторяющийся Вот мы вызвали функцию Она раз Провернула Алгоритм над объектом Вернула нам результат А несколько То есть один раз Я вызываю нашу функцию Вот эту вот функцию Она высчитывает По одному Значит Один алгоритм Реализует И выдает Некоторые значения В следующий раз Старик закинул невод Пришел невод С одной тиной Потом еще раз А там золотая рыбка То есть Если я хочу Написать такую функцию Которая как бы Повторно входимая Мы Один раз в нее вошли Она выполнила Один кусок кода Второй раз вошли Другой кусок кода Третий раз Третий кусок кода И так сколько-то раз Вот Это довольно интересная штука С точки зрения питона Это очень интересная штука Потому что Это дает нам в руки Такой инструмент Который называется Вычислимая последовательность Вот Встает вопрос На самом деле Всего лишь Ну как бы Всего лишь Встает всего лишь Два вопроса Вопрос первый Сколько Раз Да Функцию мы вызываем Один раз Повторно входимую функцию Сколько раз мы можем вызвать А вот И это Сразу нам Задает второй вопрос Какой вообще протокол Работа с повторно входимой функцией Как это вообще в языке Организовать Потому что это явно будет выглядеть Не так как обычная функция Вот В питоне Это выглядит Довольно прозрачно На самом деле Если вы пишете Что-то похожее на функцию Ну допустим От n Но вместо Оператора return Используете там Оператор yield То у вас получается Функция Которая работает Совершенно по-другому И собственно Организовать протокол Повторно входимых функций А не же генераторы Вы пишете yield Ну скажем n А потом пишете yield Ну скажем Не знаю n Пополам А потом пишете yield Ну не знаю там Все Сама функция Ген Это просто функция Самая обычная Но Когда вы ее вызываете У вас Вместо того Чтобы чего-то там Такое вычислять В Результатом Является тот самый Генератор То есть смотрите Сам факт того Что вместо return У вас используется yield В коде Который вы описали Делает эту функцию Повторно входимой И для того Чтобы туда входить Несколько раз Результатом вызова Этой функции Является Специальный объект Который называется Генератор object У этого генератора object К нему можно применять Функцию next Которая собственно И будет выдавать нам Последовательные значения Теперь ответ на вопрос Сколько раз Все очень просто Как только У вас В тексте В этой вашей функции Встретится Слово return Или не встретится Вообще ничего Функция закончится Возникнет исключение Которое называется Stop a relation И все Больше Больше этот генератор Ни на что не гозит Я кстати забыл сказать Что если у вашей функции Нету return В обычной функции То возвращается No Забыл сказать Надо было сказать Это была предыдущая тема Значит смотрите Ну у нас все функции Были с return Если в функции нету Слово return Подразумевается Что этот return Есть Просто возвращается Объект То же самое То же самое С повторно Входимыми функциями Вы можете использовать Return В повторно Входимых функциях Это будет означать Немедленный Stop a relation Вот и все Сейчас покажу Да 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 Так yield вместо return Ну вот посмотрите Как это работает Вот мы Мы определили Функцию ген Она у нас Возвращает генератор Мы сконструировали Этот генератор Передав функции ген Пятерку И мы находимся Где-то вот здесь Сейчас Дальше Мы вызвали Этот генератор Вернее взяли От него следующее Значение Там что-то Повычислялось И мы дошли До первого yield И этот первый yield Нам вернулся Мы говорим Давай следующее Значение Там опять что-то Повычислялось И нам вернулся Следующий yield Мы говорим Давай следующее Значение Там опять что-то Повычислялось И нам вернулся Опять следующее yield Оно продолжит Оно продолжит Уполнение С того самого места Где оно остановилось в прошлый раз Сейчас я чуть-чуть более подробно покажу Вот, и наконец, когда мы еще раз сказали Давай следующее значение Вот тут вот мы дошли до неявного ретерна А ретерн означает стопот и рейшин Ну давайте теперь попробуем это В какой-нибудь, так, позакрываем лишнее Попробуем это в какой-нибудь Более такой обширной программе Сделать Вот, еще раз Значит, дев, ген Вот, допустим, ну какой-то параметр Неважно какой А, параметра может не быть Но просто так интереснее Давайте мы даже нашпигуем его принтами Чтобы было понятно, как вообще все это работает Дальше, yield Ну скажем, а Print Ну скажем, а умножить на 2 Print Ну скажем, third Ну скажем, не знаю, там, минус 1 Вот, и здесь мы прям можем написать Ну что-нибудь типа такого Можно прям нажать F5 Да Вот у нас теперь в нашей пространстве имен Есть генератор, этот самый ген Нет, функция ген Эта функция ген может сгенерировать нам Собственно, генератор Возвратить нам генератор object Вот он Генератор object И мы можем next-ом от него начать выдаивать следующие значения Вот видите О, плохо сделал, давайте еще разок А равняется next от g Вот Что сейчас произошло Мы только что сделали генератор object Сказали ему next, это будет первый yield Выполнился вот этот кусок кода В этом куске кода был print Вот он А соответствующее значение yield Вернулось нам и связалось с переменной a Оно вот здесь вот будет, я думаю, 55 Еще раз Мы продолжили с этого места Выполнили вот этот кусок кода Там был print, вот он А соответствующее значение a умножить на 2 Вернулось и было связано именем a Ну, опять-таки Продолжили с этого места Выполнили вот этот кусок кода Вернули минус единицу Там будет минус единица Если мы сейчас опять захотим next То все, стоп, это рейш И больше, больше, больше никаких Ой, что это такое Больше никаких признаков жизни Наш объект g уже не подает Он такой одноразовый Мы его зарядили Он выдал столько yield, сколько надо И закончился Вот Если мы хотим заново начать Мы его должны снова зарядить Снова сгенерировать И он опять зарядился Опять на 3 раза Вот Ну, допустим, там, не знаю Вот мы зарядили снова объект Наш объект На этот раз Объектом ку-ку Вот Ну и дальше Вот опять Все Он закончился Может показаться, что Тот факт, что Мы использовали-использовали Нашу повторно входимую функцию А потом внезапно Она выбросила стоп-итерейшн И это все как бы портит На самом деле нет На самом деле Любой циклический обход Последовательности В питоне Ровно так устроен Мы ее обходим С помощью итератора Пока Пока не возникнет Исключение стоп-итерейшн Например Мы можем написать вот так Так, вы думаете, что? Что при этом произошло? Мы восприняли Соответствующий генератор Обжект Который нам вернула Функция ген Как последовательность Из трех элементов Распаковали ее Засунули ее В соответствующие имена У нас имя FGH На это дело ссылается В процессе Там еще было что-то выведено Потому что Этот генератор Еще выводит что-то Вот он Таким образом Генератор Это последовательность Которая может участвовать Наравне с другими последователями Во всяких операциях Например В операторе цикла О котором будем говорить В следующий раз Повторите вопрос В какую одну переменную Смотрите Это вопрос протокола Давайте еще раз Об этом поговорим Наша задача Сделать функцию Которая будет повторно входимой У нее есть Несколько точек входа Вопрос в том Как Организовать Вход С того места Где мы В прошлый раз вышли Есть разные подходы В разных языках К этому К этому К этому вопросу В питоне Сделано так Что вот этот кусочек Кода Который Собственно Является Повторно входимым Для того Чтобы с ним Можно было работать Конструировать Так называемый Генератор Обжект И мы пользуемся Этим генератором Обжектом Чтобы потом Уже входить сюда Входить сюда И входить сюда Да Вот в эти места Вот сюда Вот сюда Вот сюда И вот сюда Вот Таким образом Наша функция Ген Она формирует Не сразу Какие-то возвращаемые Значения Потому что Извините Она их возвращает По одному Она формирует Специальный объект Который называется Генератор Рогов Да Вот Вот когда мы пишем Вот так Да Вот так Функция Ген Наша Возвращает Генератор Рогов И именно он Уже Осуществляет Последованный Перебор Точек Входа С помощью С помощью Функции Next Соответственно Когда мы написали Вот так Вот Мы сделали Что Мы сконструировали Генератор Рогов Который Стоит Справа Тот же Самый Можем Даже Написать Если хотите Мы можем написать По-другому Можем написать Вот так И теперь Написать Все будет работать Точно так же Мы сконструировали Генератор Обжиг Этот генератор Обжиг поддерживает Протокол Итерирования По нему Можно пройтись Это значит Что мы Можем распаковать А это значит Что он может Участвовать В операции Ну например Связывания Или кстати Сказать В операции Распаковки Параметров Когда мы Функции Передаем Вот такой Функ От Распаковки Ген Вот Допустим Там Ку-ку О Тоже будет работать То есть Мы научились Конструировать Последовательности Которые Можно проходить Циклически В следующий раз Мы еще и цикл Проведем То есть Вот мы прыгать Уже научились В бассейн В следующий раз Воду туда нальем Вот Значит Что еще Хотел сказать А собственно Вот Собственно Вот Это что Это был разговор Про Генераторы Значит Я здесь его останавливаю Потому что У нас даже Условных операторов Еще не было Но идея Именно следующая На самом деле Вот эта погонная штука Она вполне себе представляет Давайте мы здесь Напишем пример Более Более понятный Еще раз Г равняется Ген От Не знаю Десяти И здесь Принт Next От Г И так Три раза Только Т Вот Вот Такой пример Намного Более Намного Более Понятен И прост И Поэтому С ним Я думаю Проблем не будет В том Чтобы понять Что это такое Я думаю Что ни у кого Проблем не будет Конечно Ну вот Давайте Вот оно Это место Вот этот Вывод Был сделан Вот этим кусочком Вот Значит Для тех Кто В общем Со всей Этой Кухней Незнаком Это может Выглядеть Слегка Диковато Но Вот Глядя на эту Штуку И Понимая Что у нас Каждый Yield Это Выход Из функции А потом Вход Обратно С того Места Где мы Где мы Завершили В прошлый Раз И Этот Вход И Выход Осуществляется Операцией Next В общем Немножко Внимание Прибавляем Не вполне Понятно Зачем Это Надо Но Мы Это Как раз Увидим В Сегодня Тема Это Собственно Yield У нас Заведен 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 113 Турнир Вот Регистрация Наиджадж Очень простая Не требует От вас Ничего Главное Не забывайте Пароли Потому что Его Восстановить Я его Как бы Сказать Ну короче Не забывайте Пароль Записывайте На бумажке Вот И не забывайте Вот Регистрация Очень простая Вы просто Жмете Кнопочку Регистрация Здесь Жмете Создать Учетную Запись И прямо Сюда Вписывается Логин Емэл Все Заклинаю Вас Следующий Емэл И разумный Логин Вас будет Много Потом По тому Как вы здесь Зарегистрировались Вам будут Еще и Автоматы Выставляться Так что Вот Было бы Очень неплохо Чтобы вы Еще и Еще и Как бы Значит Логин Сделали Но в принципе И я в следующий раз На следующей лекции Это еще раз Расскажу Я от вас Потребую Чтобы вы Заполнили Свои данные Чтобы я Не только Видел Какая у вас Почта Но еще Как вас зовут Какой курс Вот это все Тогда нам будет Просто проще С автоматами В конце В конце Семестр Вот Если у вас уже есть Существующая Усчетная Запись Потому что Вы В прошлом году Или в этом Или в позапрошлом Участвовали В этом деле Вперед Вот Значит Теперь Относительно Домашние задания Домашние задания Оформляются Примерно так Вот это Ссылка На Еджадж Вот А это Ссылка На Более Конкретную Формировку Домашнего задания Первое домашнее задание Написать программу Hello World Которая Внимание Выводит Ровно Вот это Для тех из вас Кто не знаком С Еджаджем Как происходит Тестирование На Еджадже Вы пишете Программу Этой программе На стандартный Вход То есть О Я хотел Вот Я забыл сказать Про оператору Инпут Сейчас расскажу Этой программе На стандартный Вход Скармливается Некий Эталонный Текст Она его Обрабатывает И на стандартный Вывод Вывод Ваша программа Выводит Нечто Это нечто Сравнивается С некоторым Эталонным Выводом Если Эти выводы Не совпадают Значит Ваша программа Работает Неправильно Я стараюсь Формулировать Задание Таким образом Чтобы это Было Действительно Так Ну например Чтобы не было Проблем С точностью Вещественных Чисел Вот это Все Хотя В Еджадже Есть такая Возможность Например Сравновать Вещественные Числа С определенной Точностью Вот Ну что это означает Это означает Что когда вы Пишете программу Никакой Самодеятельности Никаких Подсказок В импуте Никаких Пояснительных Текстов В аутпуте Только Ввод И только Вывод Так как Это написано В задании Если вы там Напишите Введите Пожалуйста Число То строчка Введите Пожалуйста Число Попадет Вывод Программы И джадж вам Скажет Не было Такого Да Теперь Относительно Ввода И вывода На самом деле Вот я забыл Сказать И поэтому У меня осталось Еще целых Десять минут Оператор Вывода Мы уже знаем Это оператор Функции Print А вот С оператором Ввода С функцией Ввода Ситуация Чуть-чуть Более сложная Функция Ввода Называется Input Как нетрудно Заметить Вводит Она Строчку Это тоже Строчка Видите Если кто Когда-нибудь Видел Второй Питон Функция Там Была Более Сложная Здесь Она Очень Простая Она Просто Вводит Строчку Это Значит Что Если Ваша Задача Ввести Например Число А не Строчку То Надо Что-то С этой Строчкой Делать Вот Если Написал Вот Так Чтоб А у Нас Попала Строка Что Делать С этим Да Преобразовать Написать Вот Так О Вот Значит Иногда Хочется Особенно Мне Потому Что Мне Лень При Подготовке Там Ну Не Знаю Вот Этих Самых Тестов Не Вводить Там По Одному Числу Там В столбик Все Обвести Сразу Числа Через Запятые И Возникает Вопрос Ну Хорошо Ну Вот Допустим Я Ввел Допустим Я написал Вот так Вот Что дальше С этим Делать Хотелось бы Это превратить Скажем В кортеж Вот Привычка Эта Естественно Осталась У меня От второго Питона Где Операция Инпут Работала Вот так Как я Сейчас Расскажу Так Вот Для Домашних Заданий И Только Для Домашних Заданий Не дай бог Вы это будете Использовать На практике В продакшене На серверах Ватсу Допустима Следующая Таблетка Эта таблетка Называется Eval Мы про нее Еще будем Говорить Eval Это Вычисление Это функция Которая Заставляет Питон Вычислять Выражение Лежащее В строке Смотрите A Равняется 2 3 4 6 Eval От A Еще Интереснее Eval От A Умножить На 2 2 Видите Eval От H Умножить На 8 Плюс 1 Как не трудно Догадаться Почему я Не рекомендую Это использовать В продакшене Потому что Вы можете Туда вставить Что хотите Вы можете Туда вставить Ну не знаю Там О Давайте не так Сделаем Давайте сделаем Вот так А равняется Eval От Input Собственно Чем я Вас призываю Пользоваться Вот это Универсальная Таблетка Та-дам Это Кортеж Но Эта Универсальная Таблетка Она Ну такая Сейчас Что-нибудь Такое Придумаю Страшнее То есть Я заставил Python Проимпортировать Модуль Random Вызвал Оттуда Этот Random Ну вы понимаете Да То есть Фактически Здесь можно Презвольный код Выполнить Это в лучшем Случай А в худшем Еще В сеть Слазит Вот Поэтому Нет Значит Пользоваться Этим Можно Но Но С аккуратностью Вот А для домашних Заданий Конечно же Можно пользоваться Потому что Ну понятно Ввести Через запятую Это Будет означать Евал Инпут Теперь Относительно Домашних Заданий На этом Мы собственно Закончим Еще целых Пять минут Тихонечку Значит У нас есть Третья Четвертая Глава Учебника Причем Четвертая Глава Учебника Это Так называемый Так называемый КС Стадий Там Всякие Интересные Штуки Например Черепашка Которую Я показывать Не стал Но Всем горячо Рекомендую С ней Можно Долго И плодотворно Баловаться С черепашкой Вот Всякие Упражненицы Ну вот это Все К сожалению В учебнике Нет ничего Про генераторы Поэтому Мы к ним Еще вернемся На более На более Серьезной Стазе Вот Ну и собственно Домашнее задание Написать программу Которую вводят В Hello World Причем Вот ровно так И никак иначе Без восклицательных Знак С маленькой Буквой Написать программу Которую вводят Три питон-объекта Через запятую Да-да-да Это EvalInput И выводят их Задом наперед Через пробел Да-да-да Это Print Нет Это просто EvalInput И потом Print Больше ничего Нет Вы можете Как хотите Это сделать Но моя программа Была устроена Именно так Я ввел и вывел Все Вот Две последние задачи Внимание Две последние задачи На написание функции И написание Соответствующего Генератора В этом случае Вы пишете Не программу Вы пишете Функцию В которой Вы передаете Три параметра Она возвращает Кортеж Из двух Ну там В случае Из последнего И первого Вы пишете Генератор О Здесь неправильно Написано Я напишу Сейчас Вы пишете Генератор Которому Передаете Один параметр Раз Два Три Четыре Пять А он По очереди Да Вилдит Три значения Такое Такое И такое Причем Вторая из них Должна быть Строка Ну тут Вот ошибка Я сейчас Поправлю Здесь Надо было Написать Генератор От Вот Этой Штуки Вот То есть Вы должны Ваше решение Я где-нибудь напишу Кстати В качестве пояснения Ваше решение Должно содержать Не программу Которую что-то вводит И вывозит А функцию Которая на вход Получает Такие параметры На вход Получает При этом Еджаж Будет Работать Так Там В качестве Входных Параметров Будет Моя Тестирующая Функция Он Проимпортирует Вызовет Ваш А результат Уже Сверят Вот С этим Такие Дела Значит Есть Какие-то Вопросы Давайте Их Задавайте Потому Что Ну Потому Что Вопросы Значит Значит Ситуация Следующая В прошлом Году Более Или Менее Эффективно Была Опробована Моя Доморощенная Накалеченная Система Проверки Копипасты Вот Она Активно Выявляла Кластеры Людей Которые Одновременно Делают Домашние Задания И сдают Одно И то же Вот Она Также Достаточно Эффективно Выделяла Кластеры Задач По которым Невозможно Написать Слишком уж Разные Решить Вот Такие Задачи Я просто Ну Засчитывал Ну Потому Что Понятное Дело Да В ней Были False Positive Но Ни разу Они Не повлияли Не повлияли Как это По-русски Значимо Не повлияли На оценку Так что Просто Если У нас Будет Довольно Много Народ На выходе Разумеется Глазами Это все Проверять Не буду Еще Вопросы Дедлайн Одна Неделя То есть К следующей версии Все задачи Должны Иначе Они будут Оцениваться В пол Цены А еще Через Неделю В четверть Цены Да все Уже Встали Ну Можно Громче Пожалуйста Значит Смотрите Да Экзамен Зачет Давайте Зачет Это Сдача Экзамен На четверку Вот и все Автоматы Это автоматы То есть Если у вас Будет Все Хорошо С задачками Если Вы Решите Там Все Или почти Все Минус Там Плюс Минус Несколько Задачек И Решите Их Нормально И к вам Не будет Претензий Со стороны Роботов То вы Получите Автоматы Вот столько Сколько Робота Вам Поставят Если вы Согласны Это будет Ваш Экзамен Ага Ну что Есть еще Вопросы Значит О Спасибо Значит Количество Попыток Значит Вы Не Представляете Как Бесят Преподавателя Парковка На слух Посмотрите Парковка На слух Да Вот То есть Написал Какой-то Какой-то Текст Не запустил Его в питоне А прямо Засунул В Еджадж Еджадж Говорит Синтаксическая Ошибка Поправил Е Не запустил Его в питоне А прямо Засунул В Еджадж Вот так Так делать Не надо Ну Не надо Так Делать Вот Я готов Смириться С ситуацией Что вы Не предусмотрели Каких-то Каких-то Особенностей Тех Тестов Которые Есть В Тестирующих Заданиях Уткнулись В этот Тест Увидели Что Там Оказывается Можно Использовать Отрицательные Числа А вы Думали Что Нельзя И Поправили Это Нормально Количество Попыток В данном В этом Смысл Не Учитывается То Есть Вы Можете Там Внутри Себя Мериться У Кого Будет Высший Рейтинг Но На Оценку Она Не Влияет Вот А Вот Такие Попытки Когда Я Вижу Что Человек Программу Не Запускал Ну Это Обидно Все Если Больше Вопросов Нет То Всем Спасибо Спасибо